Как мы вообще сегодня будем работать? Я думаю, мы подождем еще минуток 3-4 тех, кто хочет к нам подключиться, но пока что не подключился. После чего, так же, как было на прошлом круглом столе, мы начнем со знакомства, после чего обсуждение будет разбито на тематические блоки, но не суперстрого, а скорее, чтобы мы похожие вопросы вместе группировали и потом в какой-то момент понимали, что мы вроде бы обсудили все, что хотели и могли обсудить, и двигались дальше. Я буду, наверное, вбрасывать первую парочку вопросов, после чего большая просьба всем присутствующим уже брать на себя это ответственное занятие, чтобы не я, Саша, с первым последнего года обучения спрашивал то, что его волнует, и то, как ему не съехать у пуха, потому что, мне кажется, все уже поздно. Все, что могло съехать, уже давно съехало. А чтобы вы, уважаемые студенты, задавали вопросы, которые вас интересуют, которые вам помогут лучше сориентироваться в вашей личной карьерной траектории, ну и так далее, и то подобное. Да, я просто на днях подумал, что я уже так далеко съехал, у меня тут сейчас подавание на преподавании, последняя неделя до дедлайна ревизии статьи и прочее, тут уже тяжко. Но, с другой стороны, вроде бы нету токсичных руководителей. Но эту тему мы сегодня, думаю, тоже обсудим. Что в этом плане хуже лучше. Так, Александр нас внимательно слушает. Ну, Саша, думаю, ты тоже можешь вопросы задавать. Хотя ты тоже не совсем целевая аудитория. С нами уже кандидат наук. Но тоже молодой. Так, значит, ждем еще немножко. Посмотрю, что у нас в Телеграме происходит в чате. Тоже еще раз пну. Я так понял, огромное количество участников, они только-только начали, они еще, они сильно сталкивались с проблемами, наверное. Данила, спасибо вам большое, что получились к нам голосно, так скажем. Этого очень сильно не хватало в прошлый раз. А, возможно, здесь, собственно, я вижу частью своей обязанности, возможно, дать некоторые наводящиеся в вопрос, чтобы больше обрисовать то, какие могут быть проблемы. После чего, я думаю, что вы сможете так иначе понять, в чем может быть дело, и транслировать этот опыт на свои будущие взаимодействия. Это будет для вас полезно избежать, возможно, каких-то неприятностей в будущем. Так, ну, 25, я думаю, мы можем постепенно начинать. Давайте, так, секунду, секунду, где у меня здесь были некоторые... Так, отлично. Вот, о, еще и с камерой, это еще лучше. Спасибо, спасибо огромное. Отлично. Еще раз добрый вечер. У нас подходит постоянно к концу курс научного ремесла. Это одно из последних занятий. У нас будет еще вроде бы две-три недели, после чего завершение и зачет, который вроде бы как ставится просто так, потому что вы были с нами. И сегодня, после всего большого долгого семестра, когда мы делились зачастую не самым позитивным опытом о том, как работает наука, я думаю, вы можете вспомнить мою лекцию о менеджменте, о том, что я рассказывал, что научным уходителям зачастую необходимо быть менеджерами, но не каждый из них хочет, а из тех, кто хочет, не каждый из них умеет, из-за чего возникает огромное количество проблем в взаимодействии. В общем, и другие лекторы, другие преподаватели тоже это огромное количество проблем проговаривали, из-за чего зачастую становится непонятно, как в этой вашей науке вообще выживать и ориентироваться. Сегодня, я надеюсь, мы сможем эти вопросы позадавать людям, которые сталкивались с подобными проблемами, находили пути их преодоления и в целом знают, как, возможно, можно поступать, как детектировать наличие проблем вовремя, как понимать, что, возможно, вас ждет не самый радужный взаимодействие с водителем и в таком ключе. Но начать, конечно же, стоит с того, чтобы наши приглашенные эксперты представились, сказали, чем они занимаются, и в первую очередь, конечно же, сказали, как к ним обращаться, чтобы не возникло никаких нелодких моментов. Роман Владимирович в прошлый раз очень сильно бомбил от того, что я называл его Роман Владимирович. Он хотел, чтобы он был просто Роман. Поэтому, Елена, добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь с нашими слушателями. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие слушатели. Здорово видеть тех, кто включил камеру. Меня зовут Елена. Итак, можно ко мне и обращаться. Я практикующий психолог. Работаю в таких подходах, как ориентированная на решение краткосрочная практика и схем терапии. Ну, еще я занималась исследованиями, долго работала в лаборатории консультативной психологии и психотерапии в Российском... Ну, в общем, психологический институт Российской академии образования, ПИРАО. Сейчас уже там не работаю. Ну, я также защищала диссертацию. Поэтому какой-то такой околоакадемический опыт у меня тоже есть. И на отличном опыте я сталкивалась с какими-то такими типичными психологическими трудностями, которые бывают у студентов, аспирантов и исследователей. И у меня довольно много было клиентов из академической среды, кто тоже сталкивался из тех проблем, которые вы упомянули, например, с тем, что руководители бывают достаточно токсичными. И даже не всегда по своей вине, поскольку часто такое действительно случается, что человек очень хороший ученый, и ему дают какую-то рабочую группу, но то, что он хороший ученый, совсем не значит, что он умеет общаться и руководить людьми. Спасибо большое за представление. Переходим к Жене. Женя, ты тоже Женя или Евгения? Нет, я Женя. На правах бывшей студентки помоложусь еще немножко. Ко мне можно обращаться на «ты». Я даже, наверное, предпочтительнее. Я выпускница ФББ 15-го года. Еще до 15-го года я активно строила свою научную, околонаучную карьеру. Я сменила некоторое количество лабораторий разных направленностей и индустриальных позиций, биоинформатических тоже. И закончился мой путь тем, что примерно полгода назад я переехала в Америку вместе со своей маленькой научной группой. И теперь работаю биоинформатиком в Альтерос-Институте. Спасибо большое. И мы, думаю, можем начинать с первой подтемки, которую я для себя в целом выделил, пытаясь понять, как нам структурировать сегодняшнее обсуждение. В прошу, как я уже сказал, от себя как от модератора некоторые общие направления, после чего, возможно, оно вдохновит наших слушателей на собственные вопросы в рамках более-менее тех же тематик. А есть, я бы сказал, крайне распространенное мнение, которое активно тиражируется, активно облачается в печатную букву в различных изданиях, что начало научной карьеры, а именно аспирантура, IPHD School, это чуть ли не гарантированная депрессия. Рапразным исследованием до 40% аспирантов с ней, собственно, и заканчивают. И это подается как нечто неотъемлемое. Скажите, пожалуйста, по вашему опыту, так ли это? И если так, то почему оно и не делаем что-то неправильно? Давай, Джилл. Ты хочешь? Я начну. Да, если можно. Ну, и да, и нет. Потому что, как мне кажется, то, что сейчас есть, это организовано очень плохо. И действительно, во многих случаях IPHD — это как такое современное рабство, что ли, где ты привязанный к одному научнику студент, перейти очень сложно, зарплату тебе не платят. Во многих лабораториях в явном виде говорят до сих пор, что вы относитесь к... и это большая честь, поэтому и денег вам не должны платить, вы просто должны вкалывать, чтобы иметь возможность принадлежать к этому великому, ставьте на задний институт. Да, конечно, это крайние случаи, но мой опыт с точки зрения аспирантуры — это я пытаюсь отбрехаться от неё всеми возможными способами. Я три года проучилась в аспирантуре и потом ушла, потому что мне не хотелось доделывать мой научный проект, потому что он был мокрый, стал сухим. И не могу сказать, что я жалею, хотя тема PHD периодически меня догоняет, но мне кажется, это какой-то даже в чём-то пережиток прошлого и очень многие просто умение самостоятельно вести проект под чьим-то руководством в течение четырёх лет как мне кажется, не делает тебя успешным специалистом дальше, хотя тоже вопрос, как ещё можно специалистов отбирать. Ну, кажется, в других профессиях справляются. Мы, я думаю, ещё вернемся к другим профессиям. Елена, а по вашему опыту насколько действительно именно научная карьера, именно её старт весьма чётко сцеплен с депрессивными расстройствами? Ну, я думаю, что здесь у меня тоже есть некоторая смещённая выборка, то есть просто я допускаю, что есть люди, у которых всё происходило довольно гладко и они не получали выгорания или депрессии, но просто тогда они ко мне не обращаются. поэтому я, наверное, не буду здесь как-то так обобщать, но действительно это ну как наверное это не было бы так распространено в культуре, в мемах, анекдотах, если бы этого не было и не было этого достаточно много. И я думаю, что это связано с некоторыми вещами, которые нельзя изменить, и с некоторыми вещами, которые изменить можно. ну то есть в целом в любом явлении мы можем выделить какие-то личностные факторы и в аспирантуру тоже идут ну часто ребята, у которых ну есть задор, есть интерес, при этом есть высокий уровень перфекционизма, который как личностная черта он тоже связан с склонностью к сниженному настроению, потому что если мы не достигаем идеала, то расстраиваемся. Но тоже бывает по-разному. Бывают какие еще есть группы факторов средовые какие-то и межличностные. Межличностные все, что связано с коллегами и руководителем. И средовые это то, как устроена система. Тут я тоже меньше гораздо знаю про PHD за рубежом. У нас то, как это устроено, там необходимость статей и большое чувство одиночества, которое рождается, особенно если научный руководитель как-то не очень сильно может быть заинтересован в теме. Получается, что ты один на один со своим огромным проектом, как Женя говорила, четыре года ты ведешь его, не всегда что-то получается, и это просто такой процесс в многих других профессиях проекты какие-то другие процессы, они короче гораздо. То есть мы тоже как люди любим получать дофамин и любим что-то заканчивать. А тут ты что-то делаешь, делаешь, делаешь рутинно, непонятно, как это связано с конечным результатом, потому что помимо научного собственно процесса в процесс защиты кандидатской вовлечены очень многие другие какие-то вещи, умение выстраивать коммуникацию, умение договариваться и реагировать на критику определенным образом, умение переписывать один и тот же текст три раза так, чтобы он в конечном итоге подошел разным лицензентам. Я думаю, что в гуманитарных науках это еще больше развито, потому что в технических и естественных науках есть все-таки какие-то объективные факторы, но думаю, что и там тоже, потому что работа — это текст, и к тексту к оформлению литературы тоже бывает много замечаний. Я думаю, что часть из этого можно как-то поменять, ну, например, знаю такой кейс, в одном из институтов был сделан клуб аспирантов. Я знаю, что есть приложение StudyBuddy, там, где тоже можно обсуждать свой проект, свою работу с другими такими же увлеченными людьми, которые делают какие-то диссертации, и, ну, просто возможность поговорить про это с кем-то, кому это так же интересно, и кто в этом, ну, примерно настолько же вовлечен, и ставить буквально, по-моему, там есть опция поставить 25 минут вот этого там помидора по методу, и каждый делает то, что он должен делать. Потом, ну, как ты там сделал, сделал. Очень хорошие слышал отзывы о том, что действительно, ну, гораздо меньше ощущается, что ты один, и это какая-то огромная, неподъемная история, с которой ты не справишься. Так, меня на секунду затупил микрофон. Спасибо большое за мнение, потому что он очень сильно резонирует с моим личным опытом, который как опыт аспиранта сейчас подходит к концу, но, тем не менее, если мы немножечко опередим наш график и сейчас уже начнем немножко давать советы, наверное, я бы хотел заострить внимание слушателей на том, что только было сказано, это действительно одна из больших проблем, с которой я сам тоже лично сталкивался, это ощущение одиночества, и то, что было названо, пожалуйста, используйте это, как можно раньше, в частности, идея о кружках, клубах аспирантов, которые не учат друг друга, не рассказывают друг другу какую-то науку и потом расходятся, а, скажем, просто вместе находятся, очень и очень хорошие, потому что вы можете вертеться в своем колесе своей кандидатской долгое время, думая, что это лично ваше дело, вы должны закончить, и в целом больше разговора никого об этом не может быть, просто моя аспирантура и от меня требуется кандидатская, вы довольно скоро ощутите, что только вы один, в принципе, понимаете, что происходит в этой работе и такое ощущение, что никому другому она вообще не нужна и вы совершенно один, делать что-то неинтересное, нишевое и в этом плане общество других людей, которые в той же ситуации, пускай они не могут вам помочь по смыслу вашей работы, они могут вам помочь по смыслу переживаемых эмоций. Так, Данила хочет добавить на него, пожалуйста, вам микрофон. Я скажу, как, в общем, я бакалавр четвертого курса и я полтора года уже занимаюсь научной работой и я столкнулся с такой проблемой, что мой научный руководитель, он, в общем, крутой чувак, но он такой, знаете, на хайпе и когда ты к нему приходишь по поводу того, что за научная работа у тебя будет, он говорит, Данила, я знаю не больше, чем страницы в Википедии, но я знаю, что это очень круто и, в общем, тут столкновение было в том, что я подумал реально, что бывает такое, что ты можешь, в общем, этот проект сделать. у меня так не сильно шумит? Нормально? Нормально. И бывает такое, появляется ощущение, что у тебя все идет и получается, а оказывается, что проект стоит 2 миллиона рублей. Вот. И в бакалавриате он не выполняется. И очень важным здесь моментом было как раз таки пойти в смежные лаборатории и взаимодействовать как раз таки с людьми в очном плане. И в какой-то момент я понял, что нужно создать какое-то сообщество. И я сейчас делаю в Москве биомедицинскую сходку. Вот. И, возможно, если люди сидят в биологических чатах, они уже видели. Вот. И, собственно говоря, когда ты очно собираешься в баре с ребятами попить чай, а не кипят пиво, и не все говорят, что у них плохие научивки, когда становятся гораздо легче. Но, тем не менее, давление от научивка не пропадает. Но зато легче с этим бороться. Ну, с давлением от научивка гораздо сложнее, чтобы оно куда-то пропало. Мы немножко позже обсудим научивков. Да, но в целом идея очень здравая. К ней просто на личной практике людей, которые меня окружают, приходят далеко не сразу, приходят скорее поздно, чем рано, когда уже начинают пребывать в некотором расстройстве и понимают, что вот, все, я сдаюсь, я пойду общаться. А на самом деле пойти общаться это не сдача, это наоборот, это очень хороший и важный шаг и очень хорошо их, если вы поймете это раньше. То есть неправильно думать, что в научной карьере вы делаете все правильно, если вы такая машина, которая делает науку и все получается. А любое от этого отступление это какая-то проблема с вами, так как это не работает. А вот еще был момент... Да, как в мемах PHD-комикс, мозг на палочке. Ну вот, да, как раз таки сейчас хотел еще по результатам сказанного Еленой и Женей задать вопрос, возможно, немножко от себя, такое вот, по вашему мнению. А не кажется ли вам, что мимитизация этих проблем их в консультуре обесценивает и переводит фокус с поиска решений на, скажем, еще больше укоренения в культуре? В культуре, академической науке и в первую очередь в мозгах научных руководителей. Мимитизация? В смысле, что мы над этим шутим и что... Да, да. Ну, я встречала такое мнение, мое личное мнение, что юмор как вообще защитный механизм, он вскрывает какие-то насущные проблемы и чем... Ну, если это уже есть прямо вот в мемах PHD-комикс там, да, и в других тоже. Сегодня видела мем в каком-то фильме фермер или крестьянин со степенью PHD. Как видят это люди, у которых нет PHD? О, сценаристы решили подчеркнуть, что он не так прост, что он на самом деле очень умный. Как видят это люди, у которых есть PHD? Ну, понятно, он проходил всю эту школу, слазил выгорание и пошел заниматься землей. То есть мы наоборот выводим... Было бы смешно, если бы у меня не было такого знакомого. Ну, да, это... У меня тоже есть такой знакомый. Я думаю, что юмор позволяет нам говорить об очень сложных вещах. Очень бывает стигматизирующим даже на каких-то сходках тот вот первый человек, кто скажет, что да, я испытываю давление, да, вот эти письма, там, где конечные правки 346. Это все как бы мне знакомо. И потом это все раскручивается, другие тоже начинают делиться. Таким образом, например, выгорание. А выгорание, ну, не только в академии, но стали говорить и включили его даже в списке факторов, влияющих на здоровье. То есть юмор влияет на социальные процессы. Думаю, что это скорее наоборот позволяет нам заострять какие-то моменты. Спасибо. Мне тоже кажется, это очень важно. И я, честно признаюсь, сижу примерно во всех студенческих группах нашего факультета с мемами, потому что о некоторых проблемах ты даже не задумываешься, не обращаешь на них внимания, пока ты не узнаешь о том, что так бывает. и мне кажется, да, во-первых, юмор продлевает жизнь. Просто приятно посмеяться, но еще иногда это повод к размышлению понять, что, может быть, есть что-то, что ты можешь скорректировать там в себе как минимум. У нас есть вопрос за аудиторией от пользователя АС. АС, мы ждем ваш вопрос. Да, меня слышно? Ага, вас слышно. Здравствуйте. Спасибо за круглый стол. Несмотря на то, что я сейчас тоже закончила аспирантуру, мне очень интересно и очень вовремя, я бы сказала. Да, я с вами согласна, что обсуждать в каких-то кружках это классно. И недавно мы с одной девочкой создали такой женский кружок для PhD-студентов в России. встречаемся раз в месяц и обговариваем очень классно. Меня это заряжает неимоверно, потому что я часто вижу, что у многих проблемы примерно одни и те же. И это как-то мотивирует, его друг другу рассказали, и стало полегче, и как-то вот снова заряженный готов в бой. И все-таки хотела задать вопрос, где брать мотивацию, когда работаешь над тем же проектом 3,5 плюс лет, потому что наука это такая долгоиграющая история, если идти на постдока, то это тоже там несколько лет. А если становиться профессором или научным сотрудником, как у нас в России, то тоже ты работаешь с одним и тем же объектом достаточно долгое время, чтобы разобраться. И вот где еще можно черпать мотивацию? Я бы про себя еще сказала, что я черпала мотивацию, выступая на заграничных конференциях, но ковид помешал, и сейчас тоже непонятно, что будет именовочную часть меня мотивировал. Так, видимо, я должен переправить вопрос. Елена, где брать мотивацию? Хорошо. Ну, я могу сразу отвечать, просто поскольку вы модерируете. Ну, тут я понимаю вопрос, он такой очень общий, и если бы мы общались лично, я бы задала еще как бы больше вопросов про это, потому что, конечно, мотивация очень индивидуальная штука. Да, вот вы сказали сейчас, что вам бы очень добавляла мотивации возможность выступать на каких-то зарубежных конференциях. для кого-то выступление, наоборот, суперстресс, но его так мотивирует сам предмет, что он готов заниматься им 10 лет и 20 лет и так далее. Обычно, когда вопрос про мотивацию возникает, я спрашиваю, а что мотивировало раньше? Потому что, когда человек вот это все начинал, у него точно была мотивация какая-то, если, ну, тоже, если мы будем в наших реалиях, то бывает такая мотивация пойти в аспирантуру, чтобы не пойти служить, например. Понятно, что на этой мотивации научную карьеру вряд ли кто-то будет строить. Ну, и искать там дополнительную мотивацию, если ее и раньше там не было, то ее тоже, наверное, найти будет сложно, потому что, ну, откуда же ее взять? У нас у всех мотивация невозможно ее как бы пристегнуть. Бывает в целом два вида мотивации, это внутренняя и внешняя. Внутренняя это когда нас мотивирует сам предмет нашей деятельности, например, игра у детей. Наоборот, игру можно разрушить, если начать ребенка активно хвалить или поощрять конфетами за то, что он делает. И бывает внешняя мотивация, это когда мы делаем что-то ради чего-то другого, ради денег, ради славы, ну, ради, в общем, каких-то еще дополнительных вещей. И в идеале, ну, даже самая сильная внутренняя мотивация что-то такое в науке сделать, она, конечно, не выживет в отсутствии внешней мотивации. Ну, сколько можно работать бесплатно, гордясь тем, что, как Женя говорила, да, ты принадлежишь такому-то вот институту. Поэтому в идеале нам нужно искать мотивацию и во внутренних каких-то резервах, и во внешних обстоятельствах. Да, мне хочется добавить, что, когда возникает такой вопрос, мне кажется, стоит, ну, я, по крайней мере, всегда себя спрашиваю, типа, а она нужна? То есть, может быть, отсутствие этой мотивации это какой-то сигнал что-то менять? Вот, потому что, ну, по моим наблюдениям иногда бывает так, что, ну, всё идёт не так. Когда-то по зависящим от себя обстоятельствам, когда-то по независящим. Но, как бы, что в науке, что в других областях, ты можешь продолжать заниматься, ну, как бы, тем, чем тебе нравится, например, не обязательно в этой лаборатории. Понятно, это не очень просто сделать на PHD и, собственно, или в аспирантуре. Собственно, в этом одна из моих претензий к аспирантуре. Но в более, там, уроком в сеттинге свободного учёного, в принципе, можно менять лабораторию. И мне кажется, разочарование в науке части моих знакомых, оно связано не в разочаровании в науке в целом, а в разочаровании в той лаборатории, где они сначала, там, ой, делали курсовую, потом, ой, были в аспирантуре, но всё гнило, разрушилось, а как бы что-то новое искать тяжело, и ты ищешь что-то новое вне науки, хотя, на самом деле, может быть, то, что тебе нужно и понравилось бы больше всего, это соседняя лаборатория или соседний институт. Вот. Я могу вбросить немножко. АЭС, пожалуйста. Да, спасибо большое за ответ. В принципе, про внутреннюю, внешнюю мотивацию это я знаю, но меня всё равно, я удивляюсь, как люди действительно десятилетиями работают над одним и тем же. Я не вполне понимаю, чем они себя мотивируют. Вот с чем был связан мой вопрос. Я могу поделиться своим собственным мнением. Интересно. Нет, на самом деле, просто мой проект, который был первый в той лаборатории, где я сейчас всё ещё нахожусь, он был мне выдан в 2016. Это, конечно, не 10 лет, но это уже 6 полноценных лет. И он всё ещё со мной. Он за это время, конечно, я не могу сказать, что он совсем-совсем никак не реализовался, он отточковал две побочные статьи, но вот той самой, той самой, как бы, всё ещё нет. И более того, на текущий момент я понимаю, что её, скорее всего, и не будет, пока я не превращусь в какой-нибудь там профессор, у которого будет ресурс, чтобы всё довести до ума, просто потому что пока шла работа, выяснилось, что всё сложнее, дороже, коллабораторам больше неинтересно и так далее и тому подобное. Но мне почему-то всё ещё хочется что-то сделать, возможно, с такой синдром, я не знаю. Но суть здесь в том, что ты сидишь, ну я сейчас я пишу вот во втором лице, но я сижу, понимаю, что я такой, я знаю правду, но я должен её доказать для всех, потому что, ну как же я могу правдой не поделиться с миром? И вот меня вот это в первую очередь мотивирует, хотя очень многих вокруг, очень многих вокруг уже любая мотивация пропала, со мной работать просто потому, что они хотели статью в первую очередь. То есть они хотели, ну по факту наличия бумажки, желательно, чтобы эта бумажка была ещё и в сборнике бумажек, который на слуху. А наука, интереса в науке там как бы и не было. Но я бы, наверное, не продолжал заниматься этой темой, если бы не было ещё других побочных тем, по которым продукт выходил как-то более регулярно и чаще. Имей в виду продукт, имей в виду статьи, имей в виду то, как бы, ну за что всё-таки платят деньги, потому что невозможно сидеть, ковырять какую-то тему, даже понимая, что ты знаешь правду и ты несёшь, что правду наконец-таки в люди. Просто это очень долгая, сложная проблема, но невозможно это сидеть делать и только этим, собственно, и выживать. Ну а ещё вот из разговора про какую-то вот мотивацию, опять же, я как-то очень постфактум понимаю многие вещи о себе. Возможно, мне стоит ходить к психологам, чтобы понимать их не постфактум. Но тем не менее, очень долго, года три, я делал свою кандидатскую работу замкнутую сам в себе, то есть да, была лаба, были люди вокруг, но суть в том, что никто толком не понимал, чем я занимаюсь, то есть да, что-то там, что-то крутое он там делает, наверное, нам лень пытаться вникнуть, нам лень разбираться, но и он, скорее всего, человек с головой на плечах, наверное, он всё делать правильно, но молодец, просто мы заочи считаем, что он молодец. То есть никакого обсуждения, никакого фидбэка, никакого конструктивного диалога в принципе не было с людьми, там, условно, факультет, институт, университет, то есть вот этой вот дельта окружности. А я постфактум осознал, что мне на самом деле конструктивный диалог, это очень даже важен, и чисто по случайным причинам подался на онлайн-конференцию буквально за день до дедлайна, и словил от неё просто мощнейший заряд мотивации, когда люди приходили, слушали, говорили, что ой, да, круто, это интересно, и самое, что главное, задавали умные вопросы, вот чего здесь не было три года подряд. Я понял, что, видимо, умные вопросы – это то, что меня мотивирует, мне нужно всячески самому искать повод обсудить умные вопросы к моей работе, потому что, опять же, у меня была несколько глупая исходная позиция, что, ну, это же наука, все же люди понимают, как в ней работать, и, наверное, если кому-то интересна моя работа, он её найдёт, прочитает мои статьи и напишет мне вопросы. Ой, нет, так не работает. Свою работу выяснилось, что её нужно продвигать, чтобы получить фидбэк. Это, наверное, постфактум звучит как какая-то очевидная штука, а для молодого аспиранта это была ни разу не очевидная штука. Так, у нас есть… Это действительно не очевидная штука. Ну, то есть, я когда был студентом, думал, что, наверное, все же делают такие же большие поиски в подмеде, там с Копуси, они же, наверное, все пытаются целиком область понять, а вот выяснилось, что нифига, и что, ну, вот в основном этот вот первый мир, так скажем, они все крутятся в своих маленьких тусовочках, а тусовочки в первую очередь формируются на конференциях. И они статьи новые читают в первую очередь из Твиттера и из того, что они знают имя, не делая массированных поисков по базам статей, даже если это по теме. Это меня очень сильно поразило, это, наверное, некрасивая черта науки верного мира, но, с другой стороны, если вы хотите получить какой-то вот фидбэк от людей, которые, скорее всего, понимают, то нужно свою работу продвигать. Вот, как бы, на четвертый год старатуры я осознавал это странное, что такое. Но я очень много микрофона на себя утянул. Алена пишет, что если они работают десятилетиями, этим ученые, вероятно, именно потому, что мотивация у них есть, они не пытаются перейти ухо за уши. Очень классно с Женей, что если мотивации долго нет, надо уходить из кредитного места, не сразу из дома. И станет лучше, и повысится шанс найти дело, которым конкретный человек сможет заниматься долго, не носил и свою психику. Видимо, мы согласимся с соленой этого вопроса. Мы уже с вопроса АЭС перешли к блоку номер два. Усуждаем уже очень даже практические вещи. Частные, личные, а не общие. АЭС печатает. АЭС, надеюсь, у вас есть новый вопрос, чтобы я снова не перетянула дело на себя. Да нет, я печатаю в принципе то же самое. У меня очень похожая история на ваш проект с 2016 года, который я делаю все эти года. Вковыряюсь. И была какая-то изоляция и по научным темам, и обсудить в принципе околонаучные вопросы, которые как раз и поднимаются в этом клубе. И очень мне поэтому нравится вас слушать. И получается так, что спустя эти года я как бы сделала, молодец, статьи опубликовались и подхожу сейчас к защите. Работаю уже не очень много руками, но абсолютно выжатая, как лимон. я не понимаю, как люди еще потом новую мотивацию берут для нового проекта или для продолжения того же. У меня сейчас такая проблема. С моей точки зрения, вы заслужили хороший отпуск. Месяц так на два, солнышко где-нибудь или горные лыжи, в зависимости от того, что вы любите. Ну да, сейчас, когда вы добавили контекста, стало понятно, что это, ну, что вы на финишной прямой со своей работой, и когда долго над чем-то работал, и вот уже ленточка это практически видна, но все-таки еще не совсем достигнута, то это тот самый момент, когда мотивация сильно может упасть. И после защиты тоже есть такой эффект, что, ну, три-четыре-пять лет ты занимался чем-то, это было смыслом большим, и вот все, ты закончил. Их тоже байк из склепа рассказывает, что там бывают аспиранты, которые настолько устали, что потом как раз уезжают куда-нибудь и не могут донести документы все необходимые, чтобы оформить штанг, нам нужно еще кипа документов собрать. То есть это когда какой-то проект закончен, нам нужен период перезарядки и какой-то пустоты, чтобы пришли новые идеи, заниматься чем-то тем же, но рядом, заниматься чем-то, но в другом месте, ну, в зависимости от того, что именно причиняло наибольший дискомфорт. мне кажется, практически у всех людей, с кем я об этом разговаривала, вот момент такой, что все бросить, он какой-то этап работы над диссертацией был. либо когда с какой-то жесткой критикой столкнулся, либо когда работаешь, 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 а продвижение не видно, но практически все говорят, когда я защищалась, когда у меня такое было, мне все говорят, да, да, у меня тоже такое было, я уже ненавидел свою работу, но ты просто закончи это, а потом через некоторое время просто все встанет на свои места, ты поймешь, что тебе интересно дальше. Спасибо. Предлагаю немножечко сменить тему, и у нас уже звучало несколько раз начало этого обсуждения, а именно научные руководители и в целом фигура босса, того, кто дает задание, тот, кто контролирует нашу работу, по этому поводу есть всегда довольно много проблем, много вопросов, думаю, что я вброшу парочку, а потом студенты могут присоединиться. А немножечко откатываясь назад, все-таки не про конец аспирантуру говоря, а пораньше, учитывая, что большинство наших слушателей, на которых курс рассчитан, это студенты в основном средних курсов, которые еще только думают заниматься наукой и наслушались от нас уже кучу всего страшного, выбросом говорим про плохие случаи, а тем не менее, наверное, можно не свой опыт впитать, чтобы простроить свою будущую жизнь попроще. И здесь, наверное, будет очень полезно, если мы сможем поделиться какими-то красными флажками, какими-то способами выявить, что научный руководитель скорее всего не сможет качественно выполнять свои обязанности, а то и булить, токсичить и вообще разводить всяческие непотребства. Как можно в целом, не тратя на это целый год работы над своей курсовой, возможно, пораньше это выяснить и сориентироваться и, возможно, сменить лабораторию, пока не стало поздно. Евгения, можете, пожалуйста, поделиться с Женей. Я как с Романом Владимировичем переключаюсь на официоз, а он потом обижается. Женя. Я хотела сказать, что никак и очень часто только, к сожалению, опытным путем, но на самом деле, наверное, как-то можно. Первый самый главный красный флажок, если в лаборатории нет студентов, ну, то есть, если это какая-то а-ля приинститутская лаборатория, вот как у нас вокруг, в ПВБ есть лаборатория, которая в том же здании, и поэтому, наверное, просто по принципу близости студенты там должны бы тусоваться. Но если вдруг студенты там не тусуются, значит, что-то пошло не так. Наверное, вам тоже не стоит там тусоваться. Это еще до того, как вы пришли в лабораторию. Ну, да, вообще на самом деле самое лучшее, что вы, прежде чем, ну да, с токсичной лабораторией, самое лучшее, что вы можете сделать, это не попасть туда, а не убегать оттуда. Вот, поэтому общайтесь со своими однокурсниками, общайтесь с теми, кто уже есть в этой лаборатории. Вот. Ну, то есть, вот просто придите, узнайте, кто там работает, позовите их с собой попить там чай или что-нибудь покрепче, расспросить про научные проекты и про работу в лаборатории. И на самом деле, помимо токсичности, может быть еще такой тоже тонкий момент, что вам просто может не подходить стиль работы в лаборатории. Приведу пример. Есть люди, которые очень любят работать самостоятельно. Ну, то есть, им от научного руководителя надо, чтобы вот, типа, раз в неделю прийти, рассказать, какие классные идеи, получить фидбэк, что да, идеи классные, а вот есть классная статья, которую можно почитать, и дальше вы расходитесь друг с другом довольными на следующей неделе. Есть люди, которым некомфортно, если по первому времени вместе с ними не сидят. То есть, им нужен человек, который покажет, вот здесь такая программа, вот здесь всякая программа. И как бы ни один из этих способов не лучше и не хуже, это просто разные модели. И я по себе знаю, что если, например, со мной сядет научный руководитель и будет показывать для меня, это будет как вот, как же так, что меня, меня что, считают глупой, что я сама не справлюсь, меня просто, пожалуйста, положите в угол, дайте мне инструкцию, я сама буду сидеть и разбираться. И при этом вот у меня в моей практике возникали проблемы, что вот я считаю, что я создаю человеку идеальные условия, вот я там все инструкции дала, в угол посадила, не трогаю, вот давай, типа, тебе должно быть хорошо, клево, здорово, а человеку вообще некомфортно, ничего не понятно, самому разбираться страшно, вот есть там психологический блок и как бы причем еще, когда люди про себя это не знают, они не могут это явно сказать, в чем у них проблема. То есть мне совершенно, допустим, не жалко там сесть вместе разобраться, наоборот, клево, я чего не вспомню заодно под бот, помогу, социальное взаимодействие, почему бы и нет, но просто я считаю, что человеку это не нужно и я там куда-то лезу, а человек мне не говорит, что ему это нужно и хотелось бы в таком формате работать. Вот. И понятно, когда ты молодой студент, как бы прийти к руководителю, который там на 10-20 или больше лет тебя старше и сказать, а вы знаете, с вашим стилем работы мне очень тяжело, может быть, вы хотели бы попробовать со мной работать в таком стиле, но это как бы too much to ask и возможно просто чем приходить со своим устам в чужой монастырь, проще просто подобрать ту лабораторию, где стили работы подходят к тому, который вам более комфортен. Вот. Еще часто ошибка бывает, что вот есть какой-нибудь большой ученый с большим хиршем и все хотят в лабораторию к нему, но когда большого ученого с большим хиршем очень мало времени. И поэтому обычно, если вы хотите, чтобы получить какой-то on-hand experience, вот именно насобрать навыков, свою коробочку навыков, то это, возможно, будет плохой случай, потому что очевидно, что сидеть вместе с вами и что-то вам показывать из таких ручных методов большой ученый сможет не больше часа в месяц. Но, например, когда у вас уже там ваши лапищи мощные, вам надо типа час в месяц поговорить о большой науке и куда ваш проект идет, там, о каких-то политических штуках, там, куда ветер дует и все такое, вот. Может быть, в такой ситуации та же самая лаборатория, но на другом этапе вашего развития лучше бы вам подошла. Вот. Спасибо. Елена, может быть, у вас есть что добавить? Свой опыт о том, какие красные флажки стоит замерить вовремя и не идти к этим людям работать вместе? Ну, я тут совсем соглашусь. Наверное, еще добавлю, что помимо беседы с теми, кто в лаборатории находится сейчас, ну, почти всегда есть же на сайтах записи поговорить с теми, кто защищался уже у того или нового руководителя, вот, кто прошел этот путь до конца. Потому что те, кто работает, ну, у них тоже так психика устроена, что мы защищаем свою картину мира и можем находить плюсы там, где сами страдаем. И мышки плакали, но продолжали жевать кактус. Есть репутационные какие-то механизмы обычно, ну, поспрашивать про этого человека и узнать, ну, таким образом можно узнать не то, что токсичный он там, плохой или хороший, но как раз про какие-то стилевые особенности, что вот он там, например, раз в неделю собирает собрание и обсуждает все, что происходило в лаборатории. Если вам это подходит, то это для вас зеленый флажок. Если вы бы хотели заниматься своей проблемой, чтобы никто не трогал, это, наверное, какой-то другой флажок. Можно договориться, ну, если это не очень известный такой тоже ученый на хайпе, про какую-то прикидочную, прицелочную встречу, и уже по этой встрече тоже будет понятно. Но если человек опоздал на полтора часа на нее, то, наверное, он и дальше будет так делать. Тут важно не уйти в какое-то фантазирование, но посмотреть, какая есть мотивация у самого руководителя в науке. Например, недавно сами защитившиеся люди, у них очень большая еще мотивация сделать команду, делать активные исследования, и они готовы уделять много времени этому. Если руководитель, и у него, наоборот, уже он такой известный, у него много студентов, у него, опять же, нет времени каждым лично заниматься, может быть, и он такой сам тоже может быть выгоревший. Но это тоже про коммуникацию. В общем, поговорить с теми, кто сейчас работает, поговорить с теми, кто работал, поговорить с самим руководителем и приглядеться, прислушаться к себе, как вы, Александр, говорили. Кажется, есть какие-то важные инсайты про то, что лично каждого драйвит, и что лично каждому не подходит. Вот Данила тоже пишет, и я тоже согласна с тем, что он пишет чат. Да, я еще тоже хотела небольшой момент добавить, что, да, иногда какие-то проблемы возникают от мискоммуникации, неподходящих стилей работы и всего такого, но иногда действительно есть люди, которые токсичные, неприятные и мешают вам работать, и это действительно проблема, и если вы понимаете, что вы в такой ситуации бегите. То есть никакая, ну, на мой взгляд, никакая наука не стоит вашего психологического здоровья, и как бы всегда есть соседняя лаборатория, которая, поверьте, еще лучше. Вот, и хочется здесь порекомендовать прекрасную книгу, которая по-английски называется No asshole rule, по-русски не работай с мудаками. вот, я ее читала в важный момент в моей жизни карьерной, вот, и с тех пор следую озвученных там советам, и тоже, и в общем ни разу не пожалела, вот, потому что вы у себя одни. Есть вопрос, кейс из чата, перед поступлением в аспиратуру на самом последнее пугает, так как нельзя лично следить заранее, потому что руководитель за рубежом. Что в таком случае стоит сделать? Здесь я бы сказал от себя, что то же самое поспрашивать уже выпустивших, что тот, кто готовится выпускаться, в первую очередь, это может быть есть какие-то еще смысл. Это вообще сложный момент, потому что действительно не согласишься на аспиратуру визы не получить, не получив визы вживую не стереться. Если по этому вопросу мы можем еще добавить, у меня есть еще один вброс. У меня есть маленькое добавление. часто научные руководители ведут какие-то курсы, можно походить на такой курс. И по стилю преподавания не всегда очевидно насколько будет хороший научный руководитель, потому что это тоже разные таланты. Классно преподавать и классно исследовать что-то. Но про коммуникацию понять можно многое. Как человек отвечает на вопросы? Отвечает он на вопросы или продолжает говорить что-то свое или отвечает на какой-то вопрос, который прозвучал у него в голове? Или действительно можно связать тот вопрос, который ему задали, с тем ответом, который он озвучивает? Как он проверяет работы и принимает экзамены? Это тоже в миниатюре как раз то, что предстоит. И тоже можно получить какие-то сигналы к тому, что да, это оно, мэтч или нет, беги. Я не знаю, почему улыбается Саша, но я думаю по тому же поводу. Я у нас с ним общий научный руководитель, который совершенно потрясающий был, у меня был, совершенно потрясающий, абсолютно нетоксичный человек, с прекрасным чувством юмора, никакого микроменеджмента, всегда помощи, внимания, когда нужно, всегда защищает своих студентов, если они продолбались перед руководством факультета. правда, там легко с юмором пропесочатся, приватно, но при этом на экзаменах и зачетах про него он отрывается по полной просто. на на самом деле, нет, сейчас как-то все стало помягче, возможно, дети теперь немножко изменили его характер. Я по другому поводу улыбался, по поводу того, что я сейчас же тоже преподаю, и если люди бы судили по мне по преподаванию, они бы очень правильно поняли, что у меня нету времени даже на преподавание таких практикумов и не пошли бы ко мне как к научному руководителю делать курсовую, и это было бы совершенно правильно. Не надо, пожалуйста, каждый год просят, а я слишком, видимо, добрый человек говорю, да, приходите, посмотрим, а потом не получается смотреть, и все из этого страдают, я в том числе. Я здесь из личного тоже скажу, что я не очень хорошая научная руководителька, я работала в МЕДе, работала в высшей школе экономики, потому что много сил уходят в преподавание, много сил уходят в исследования, ну, я веду частную практику, и заниматься чем-то, чем мне самой не очень интересно еще, ну, когда есть тоже разные стили выбора темы курсовой, например, когда студенты сами их приносят, или когда научный руководитель их дает, и мне с одной стороны нравится, когда студент приносит сам тему, потому что это ему интересно, он готов это делать, готов читать статьи, искать, там, и так далее, а с другой стороны, ну, понятно, что мой интерес в этом меньше, вот, но когда вместе совместная работа получается, здорово, но я вот для себя так, какое-то правило, что не больше одного за год, с темами для диссертации и прочего здесь такой тонкий момент, что по-хорошему могут быть разные, не совсем пересекающиеся интересы, диссертации это по сути квалификационная работа, то есть она должна быть защищена, то есть не все темы как бы диссертабельны, не все проекты диссертабельны, просто потому что некоторые проекты лучше идут в коллаборации, когда у тебя там есть несколько человек, они носят одинаковый вклад в работу, и кто из них может по этому проекту защищать диссертацию, то есть и поэтому тоже, то есть интересная тебе тема, она диссертабельна или нет, ты берешь студентов как научный руководитель, что у тебя первое, их интересы, чтобы они защитились, или интересы твоей лаборатории или там продвижения твоей темы, вот, тоже, наверное, хорошо подумать, а что в голове у вашего научного руководителя, думает ли он о ваших интересах тоже. Еще добавлю маленький комментарий к тому, что Алена спрашивала, это, конечно, не генерализуемая штука, но иногда уже в нескольких случаях встречался с такой забавной практикой у коллег, это то, что при заманивании на PHD научный руководитель может иметь с вами некоторый медовый месяц, когда он такой весняшка-милашка, и все замечательно, много чего обещает, вообще на любые вопросы отвечает, возможно, вы приехали на стажировку, и стажировка просто блестяще прошла, очень классно, очень круто, вы там совместную статью опубликовали, и казалось бы, что все идеально, идеальное место для аспиратуры найдено, а как только вы подписываете контракт, начинается истинно скрывается все. Поэтому и стоит в том числе спрашивать тех, кто уже выпустился или вдруг соскочил на полпути, потому что по личному мнению краской здесь будет обман, и есть у меня знакомые с такими примерами, где все, к сожалению, заканчивается не очень благополучно. Ну да, здесь как бы если именно что идут и личное общение тоже не поможет, потому что научный руководитель будет максимально косить под нормального экране располагающего. Возможно, он даже считает, что он никого не обманывает. Просто разные модусы. А еще один вопрос в рамках этого блока, тоже как и втрифброс, по вашему мнению. Как корректно говорить научным руководителям слово «нет»? Например, на предложение темы или на предложение того, как стоит действовать. Потому что вопрос неоднозначный. Я по личному мнению общения со студентами, например, или я, научный руководитель, такое ощущение, что многие студенты в принципе не подразумевают наличие такой опции. зачастую. И здесь я вижу некоторую цель этого обсуждения как-то показать, что такая опция в принципе есть. И что возможно ей стоит пользоваться. А может быть и нет, если у вас есть другое альтернативное мнение на этот счет и другой опыт. Я думаю, что это действительно сложно. Если авторитет научного руководителя высок и есть какой-то такой научный импринтинг тоже, если человек пишет сначала курсовую, потом он студент, а это большой ученый, потом диплом, потом диссертацию, и вроде бы бывший студент уже сам тоже вырос, и какие-то вещи может замечать, и у него тоже есть мнение. Но этот ореол, он все еще так сильно влияет, что сказать нет кажется невозможным. Но когда возникает такое желание, как научиться что-то делать, практиковать это, написать себе прям речь как хочешь возразить, как хочешь сказать, что нет, эта тема там, подобрать аргументы, что в каком-то таком win-win solution, что если я соглашусь на эту тему, я буду недостаточно вкладываться в эту работу, и в конечном итоге от этого не выиграет лаборатория. И порепетировать это с другом, с мамой, с кем-то, потому что можно действительно оказаться в ситуации, когда полгода делаешь что-то, что тебе вообще не нравится. И думать, что в этом виноват руководитель, кто-то другой, но формировать свою научную карьеру и траекторию, это задача каждого, кто хочет тоже защититься. Есть сейчас много тренингов по ассертивности, как раз про то, как ставить свои границы, может быть, иногда сказать нет. Ну, я с этим не сталкивалась, но слышала истории, когда студенты гладят в смысле вещи. Тоже не очень хорошо, но какие-то вещи, которые не связаны с наукой. Ну, рассылают письма, ну, или что-то такое, ну, проглажку это уже совсем... За грани вообще. Да, но в целом слышала и про забрать какие-то вещи из пункта приема, не приема, типа Озона или Пайл Борис. Реально про такое делились на каких-то кружочках. Личные вещи? Личные вещи, не для лаборатории? Я наверное не могу точно сказать, но судя по уровню возмущения, да, или по крайней мере неизвестные вещи. Неизвестно, что это для лаборатории. Ну да, это странно. Вот. Конечно, таким просьбам точно нужно говорить нет. Это самозащита и расстановка границ. Я бы на самом деле сказала бы, что когда вам хочется сказать нет, может быть, не обязательно. Понятно, есть ситуации, где однозначно надо говорить нет, но возможно есть какая-то мискоммуникация и я бы предложила сначала объяснить, ну как бы если это происходит в разговоре, сначала рассказать почему вам это не нравится, а потом спросить, почему ваш научный руководитель считает, что вы должны это сделать. Ну как на примере вещей, что вот научный руководитель просит, типа, забери посылку с Wildberries. Вот. Можно просто пойти и забрать, потом рассказывать всем, что, типа, вот научный руководитель просил забрать. Нет, хорошо, что вы вентилируете, ни в коем случае. Не пытаюсь это шеймить. Но можно делать по-другому, говорить, мне кажется странным, что вы просите забрать меня посылку. Почему вы считаете, что я должна это сделать? И тогда либо ваш научный руководитель пояснит, что, типа, вот, это, типа, какие-то реактивы для лаборатории, которые нам очень нужны. Я буду, больше никто не может это сделать, буду очень благодарен или благодарна, если вы там это доберете. Ну, и как бы здесь недопонимание разрешилось, все от этого только выберут. или ваш научный руководитель говорит, нет, это там мои носки, типа, вы должны их забрать, потому что я ваш научник, и я вам это говорю. О, все понятно, до свидания. У меня есть книга, где написаны инструкции, как делать таких ситуаций. То есть не стесняйтесь коммуницировать, делиться своими эмоциями и спрашивать причины и какой-то контекст того, что вас просят делать научный руководитель. Потому что на самом деле действительно часто возникают ситуации, когда ну, бывает так, что какие-то действия в лаборатории, они нужны их делать, которые с наукой не связаны. Например, помочь с закупками. Но опять-таки понятно, что бывают ситуации, когда это абьюзит, и если вы только помогаете с закупками и вы вообще-то научный руководитель, то здесь надо прийти и сказать, что нет, спасибо, я на это не нанималась. Но если как бы это единоразово, и если это какая-то помощь, что наоборот, выясняя вот такие вещи в процессе, это может как бы помочь, и наоборот, вы лучше поймете своего научного руководителя и коллег, и вам комфортно дальше будет поработать. Спасибо. К нам только что подключилась еще одна студентка Дарья. Дарья, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотите задать, потому что у нас в целом до конца занятий осталось так же много времени, и мы можем вполне заговориться, и у вас не останется момент, чтобы ставить свои вопросы, поэтому, пожалуйста, вот сейчас выделим время, если у вас есть вопросы, возможно, по темам, которые мы уже обсудили, вас просто не было, поэтому мы можем сейчас так сделать паузу и на эти вопросы еще раз обратить внимание. Я бы тоже хотела сказать, если можно, по поводу того, что говорить нет. Да, я говорю, когда со своими подругами, с другими аспирантами, оказывается, очень важно уметь вовремя говорить нет, потому что кому-то уручать дополнительных студентов, кому-то дополнительные проекты, какие-то задачи, которые близко не стоят к твоему основному проекту и на самом деле занимают время от него. И если бы учили, как это говорить, если уметь чувствовать себя, чувствовать, видеть свою цель долгосрочную, конечно, вовремя сказать нет, очень много проблем последующих отсекает. Дарья, вопрос тоже максимально в тему того, что обсуждали. Дарья пишет, что иногда меня просят делать на кафедре то, что не входит в мои обязанности, как сказать нет, потому что некогда и не хочется. Вот то, что мы только что обсудили. Нужно понять, что некогда и не хочется. Видимо, ну, видимо, все не так просто, скорее всего. Нам тогда Дарье нужно немножко больше контекста. Если я правильно поняла Женю, то есть вариант задать вопрос, почему так, то есть вместо нет, через вопрос обозначить цель этого, и если вы понимаете, что это совсем действительно никак не соотносится с вашим проектом, с вашими целями, вам некогда вы, ну, не должны этого делать, то обозначить эту границу. Здесь еще много зависит от того, какие у вас в целом отношения с кафедрой, не считают ли они вас своей собственностью, раз они такие вещи вас просят сделать. Зачастую это действительно так, просто без обсуждения многие вещи остаются недовысказанными, потому что высказывать их в лоб как-то вот неловко может быть с точки зрения научного водителя, а недовысказать и а сойдет и никто не стал ничего спрашивать, как будто бы все и нормально. И такое бывает, и нужно понять, такая у вас ситуация или нет, если такая, то лучше ничего не спрашивать, просто уходить, видимо. Потому что много случаев я видел у себя и вокруг, когда научный водитель подразумевал некоторый кодекс взаимодействия с ним, но не проговаривал его, а если начать пояснять, то объясняется, что этот кодекс совершенно отвратительный. Потому что пока вы с ним работаете, вы работаете на меня, а не со мной, ну вот в этом плане, что есть только одна правда, она моя и так далее и тому подобное. Ну это какая-то, вот вы далее пишете есть какой-то, ну, не знаю, не хочу какие-то резкие слова поговорить, но игра в обиженку для научных руководителей несколько не к лицу. Что за аспиранты такие пошли? Что за школьники такие пошли? Ой, молодежь! В наше время мы получали зарплату 7 тысяч, преподавали, ставили эксперименты и еще и публиковали по 300 код. Это тоже очень часто слышим тут на факультете. Ну, эта проблема не ваша, это проблема лабораторий, которые не научились жить в условиях, которые они не вольны выбирать, к сожалению. В каком-то смысле вольны, но тем не менее мы не можем в этом мире найти для себя идеальные условия, это вопрос выбора. И вот это отрицание через то, что какие аспиранты пошли, оно просто непродуктивно совершенно. Такие прошли, что дальше делать? Ну, я просто... это такая совершенно манипулятивная фраза, токсичная, да, что за аспиранты пошли, которая целью своей имеет, что вы пойдете тут же доказывать, что вот вы совсем не такая, не такой, вы-то готовы ради... науки и швабры поработать, да. Ну, да, да. Это честь работать в этом институте. Мы здесь полы и пробирки. Здесь на самом деле помогает, ну, мое мнение, опять же, чисто на своем понятие, понять экономику всего происходящего. Когда вы понимаете экономику, того, как функционирует лаборатория, вам проще аргументировать, что на самом деле тут не ситуация, что они нужны вам позарез, а вы никто и раб, а что на самом деле все несколько сложнее. Так проще аргументировать, что в том, что вы, в общем-то, можете и уйти. Например, страшная вещь, но можете, и как это плохо скажется в лаборатории и на проектах, потому что может сложиться впечатление, что за весь научный выхлоп группы ответственен лично научный руководитель и больше никто, но это на самом деле совершенно же не так. Так, хорошо, мы постепенно подходим к концу. Думаю, один вопрос из следующей темы я адресую Жене. Женя, в самом начале сегодняшнего занятия ты сказала, что ты переехала на новое место работы с небольшой научной группой. Да. Правильно, я понимаю, что ты являешься с ее руководителем. Да. Вот, там, у меня вообще веселые приключения, я, это уже второй мой переезд с моей научной группой за два с половиной года ее существования. Вот, да. И, не хочу рассказывать детали этих веселых приключений, обстоятельства были внешние. В первом случае внутренние, во втором. Но, да, тоже немного, ладно, немного скажу про, если вы, про то, что очень полезно выяснять экономику происходящего. Я вопрос был не про это, но мы можем в том числе это тоже сейчас сочинить. Я немножко про это скажу, уж очень хочется. Если вы задаете много вопросов, ваш научный руководитель отвечает, а вы чувствуете, что что-то не сходится прям на протяжении длительного времени, возможно, что-то не сходится. Вот, я думаю, в науке этого меньше, но во всяких разных компаниях иногда заявленная цель и реальная цель руководителей, она отличается. И, если реальная цель руководителей это пилить бабло теми или разной степенью законности способами, вам, естественно, никто это в лицо не скажет, но, возможно, в какой-то момент вы можете это выяснить. Вот, как только выясните, пакуйте чемоданы, берите с собой свою группу и валите оттуда. Вот. Да, по поводу моей группы Да, есть в целом вполне конкретный вопрос к тебе как к руководителю. Я не думаю, что он будет очень сложно, но, тем не менее, в среде ученых и людей, которые рядом, которые занимаются разработками, в целом есть культура переработок. Мы все знаем, что она приводит рано или поздно к разным проблемам. Как ты, как руководитель, добиваешься того, чтобы твои подчиненные отдыхали и ходили в отпуск? У меня в группе есть Chief Work-Life Balance Officer. Это официальная должность. Вот. Как бы, да, специально выделенный человек, который следит и шеймит всех за переработки. То есть, тоже сработает психологическое давление оказывается. Да, очень сильное психологическое давление. Нет, на самом деле, я в свое время прям переработалась до достаточно сильного нервного срыва и после этого, ну, я очень люблю науку и знаю по себе, что я увлекаюсь и я просто по часам слежу, чтобы не переработать, ну, то есть, я не работаю больше восьми часов в день, больше пяти дней в неделю и беру как минимум четыре отпуска, ну, в смысле, четыре недели отпуска в год, а в идеале восемь. И я понимаю, и отслеживаю, если я вижу, что продуктивность падает и человек, ну, там я или кто-нибудь еще сильно косячат, то человек получает дополнительный отпуск или с ним, ну, я просто стараюсь контактировать, ну, с контактировать с человеком, просто поговорить, просить, что случилось, и если я понимаю, что там какие-то либо личные проблемы, либо там со здоровьем, либо что-то еще, мне кажется, ну, по крайней мере, в науке лучше не работать, когда ты неработоспособен, потому что, неработоспособен, потому что ты просто сделаешь плохую работу, на которую ты больше времени потратишь, чтобы переделать. Спасибо. А теперь, возвращаясь в более жестокий мир, где нет чьих Work-Life-Balance офисера, подобная ситуация может вполне часто быть в наших традиционных лабораториях, когда человек понимает, что ему как бы все, нужно, по идее, отпуск, а его научный учитель не отпускает. То есть, у нас же зачастую, особенно в российской науке, отпуск, который положен по трудовому загадательству, не имеет ничего общего с реальным отпуском. Его зачастую пишут постфактом, просто спрашивают, вы пойдете в отпуск вот в этот день? А мы просто записали, что вы сходили в марте. А как в таком случае быть сотруднику? Как ему доказывать необходимость отпуска научного владителя, чтобы он его отпустил? Мне кажется, что это вопрос прям к юристу. Ну, потому что если настолько игнорируются потребности сотрудников, в отпуске, не кажется, что это какой-то миссандерстендинг, не очень хорошо сказал, или что это непонимание. Это достаточно сознательное как будто бы использование и подгон под удобство руководителя или кого-то. Я думаю, отчасти такую проблему могут решать профсоюзы и какие-то вот тоже сообщества образования огласка, чтобы это имело, по крайней мере, репутационные риски. Все равно лаборатории живут за счет того, что к ним приходят новые студенты, новые исследователи и что-то в них происходит. Если в них никто не будет приходить, то для них это не будет здорово. Мне кажется, это очень важно голосовать ногами, чтобы просто люди, которые в своих лабораториях организовывают какие-то непорядочные практики, чтобы они понимали, что если вы так делаете, к вам никто не идет. Именно поэтому студентов не будет. Не надо сидеть и терпеть от этого плохо вам и от этого плохо всем. Спасибо. А еще мне кажется, важно отличать вот этот достигаторство и переработки. Это ваша инициатива или это политика лаборатории? Если это политика лаборатории, то, скорее всего, это очень нездорово и нездорово, потому что в зависимости от вашей биологии вы выдержите 3-5 лет в таком режиме, а потом просто всю оставшуюся жизнь будете на таблятчиках сидеть. ничего плохого в этом нет, но как бы возможно кто-то не наступит на те грабли, на которые я наступил. За этим мы сегодня здесь собрались. Хорошо, занятие подходит к концу. Я думаю, мы сейчас можем сделать секцию субботного микрофона, которая уже пойдет под запись. Пока мы еще просим записи, которые послушают студенты, которые будут слушать занятия в записи. Спасибо большое, что вы его однажды в будущем послушали. Надеюсь, оно показалось вам полезным. И если вам хочется пообщаться со мной или нашими экспертами, пожалуйста, напишите мне на почту, она у вас есть, потому что мы с вами уже весь семестр общаемся на рынках этого курса. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.